Девушки отдыхают Еще бы! Здесь столько беженцев, изгнанных из родных мест со зданиями, из храмов, доном. У нас здесь есть даже беженцы с других островов. Если мы хотим обо всех позаботиться, нам потребуется помощь. Да? Здорово! Меня зовут Сид. Надеюсь, что ты не один из безликих посланников Ордена. Что ты знаешь об Ордене? Орден запер нас в этом городе как стадо. И они забирают людей в монастырь. Вот, к примеру, Родригес. Хороший человек был. Надежный. И что теперь? Они что-то сделали с его головой. Там, в монастыре. Они пришли за ним. И теперь он всего лишь инструмент в руках Инквизиции. Это отвратительно. Так размягчать мозги людям. Тебе нужна помощь? Это Родригес. Он охотится за мной. Отныне он часть Ордена. Раз ты на моей стороне, сделай мне одолжение. Выясни, что он замышляет, и скажи мне об этом. Почему ты считаешь, что Сид замешан в ограблениях? Он себя считает вроде как местным главарем. Любит устраивать беспорядки. А почему ты так уверен? Ну, ты только взгляни на его подружку. Все эти украшения на ней явно нечестным трудом нажиты. Откуда ты Сида знаешь? Я был одним из людей Дона. Не могу сказать, что горжусь этим, но он человек харизматичный и умеет убеждать. Потом я понял, что ему наплевать на будущее острова. И думает он лишь о собственной выгоде. Теперь я сражаюсь на стороне инквизитора Мендосы. Что ты сейчас планируешь делать? Если я смогу доказать, что за кражами стоит Сид, то, может быть, мое положение в Ордене улучшится. Однако я сомневаюсь, что со мной кто-нибудь будет разговаривать. Люди Дона считают меня предателем. А инквизиция все еще подозрительно относится. Так что мне нужен кто-нибудь без всего этого багажа за плечами. Может, ты? Если кражи прекратятся, город вздохнет с облегчением. Я могу тебе заплатить за помощь. И сколько ты готов заплатить? Как насчет 150 золотых? Ладно. Я займусь расследованием краж. Отлично. Будь осторожен. Это дело непростое. Сид – хитрый парень. Его трудно прижать. Даже несмотря на то, что он всегда знает, где найти что-нибудь ценное. Ты думаешь, он заранее изучил эти дома? Может, он и вор, но явно не дурак. Он наверняка кого-нибудь еще перед собой посылал. Если ты выяснишь, кто на него шпионил, будет за что зацепиться для начала. Чьи дома были ограблены? Картографа Нельсона, торговца мехом Флавио и щитовода Бакстера. Надо бы тебе с ними со всеми поговорить. Может, тогда мы и сумеем вывести Сида на чистую воду? Я насчет взлома. А что украли? Как что? Золото, конечно. Золото принадлежало ордену, а теперь оно исчезло. Сколько золота было похищено? Все, не знаю точно, сколько. Я как раз собирался приступить к подсчетам, как заметил пропажу. Кто был в доме в день взлома? Ну, Дойл хотел продать мне рыбу. Но я рыбу не люблю, и он ушел ни с чем. Этот жирный болван Василий принес пиво. Я расплатился с ним. Отдал ему несколько кусков мяса. И, конечно, Мо был тут несколько раз. Но в этом нет ничего удивительного. Он же тут работает. Даргил рассказал мне про фермеров, что сюда приходят. Они тут бучу устраивают, это да. А что мы можем сделать? Есть приказ забивать коров. Я стараюсь в это не лезть. Ты ничего не слышал о взломах? Ты думаешь, раз я разносчик, так должен быть в курсе? Ценности меня не волнуют. Для меня главное музыка, пиво, и чтобы никаких неприятностей. Просто идиллия. Ты выглядишь потрепанным. Ты что, по морю приплыл? Мой корабль потерпел крушение, и меня выбросило на берег. А ты? Я моряк. Ну, или и пылом. Теперь в порту нечего делать из-за всех этих бурек. И я стал работать у Петти. Ты работаешь у Петти? Я работал. Разливал пиво. Но у людей больше нет денег на пиво. Так что я больше не нужен. К счастью, она еще не выгнала меня на улицу, и у меня пока есть крыша над головой. Если ты ищешь работу, сомневаюсь, что ты найдешь что-нибудь интересное. Что происходит в порту? После того, как сюда перестали заплывать корабли, ничего особенного. Караска тут главный. Он управляет складом для Ордена, и он отвратительно платит. Подойди к Лукору. Он что-то замышляет, и если ты сделаешь все как надо, перепадет монетка другая. Но не позволяю ему надуть тебя. Лукор жуткий скряга. Петти ищет своего отца. Ха! Покажи мне того, кто не ищет капитана Григориуса, стальная борода. Скажу тебе то же, что и остальным. Он был здесь очень давно. Но где он сейчас, не представляю. Григориус, стальная борода, капитан? Один из самых известных. Странно, что ты не слышал о нем. Я бы не задавал много вопросов на твоем месте. Ты не на моем месте. Не знаю, что тебе сказала Петти, но она дочь одного из самых печально знаменитых пиратов в этих водах. И многие перерезали бы тебе глотку, если бы заподозрили, что ты знаешь что-нибудь о нем и о том, где он находится. Что еще ты знаешь о стальной бороде? Только слухи. Эриксон говорит, у стальной бороды хижина в городе. Но мне что-то не верится. Если бы он и впрямь знал, где лачуга стальной бороды, то уже бы разграбил ее и был сейчас в другом месте. А он не вылезает из Сониного борделя. С чего ты взял, что Эриксону нужна лачуга стальной бороды? Ха! Жилище знаменитого пирата, который держал в страхе моря и накопил несметные богатства. Покажи мне того, кто не хотел бы покопаться в том доме. Я разношу пиво по многим домам. Меня много где видели. Ты прав. Насчет твоего отца. Мне сказали, он пиратом был, так? Ну, если так люди говорят, то уж наверняка это правда, а? Только не говори мне, что ты не знала. Знаю ли я, что мой отец, капитан Григориус Эммануил Стальная Борода, величайший пират из всех, кто когда-либо бороздил моря? Я точно знаю, что он ублюдок. А остальное я узнала из слухов, так же, как и ты. Ты собиралась мне это сказать когда-нибудь? Я попросила тебя добыть информацию, но я не говорила, что сама её тебе дам. Ладно, ладно. Я всё понял. Василий говорит, у твоего отца есть хибара где-то в городе. Хибара? Такой же у меня папочка. Мог бы во дворце жить, а выбрал хибару с крысами и шлюхами. Можешь выяснить, где она? Только так, чтобы никто об этом не узнал. Возможно, там мы узнаем, где отец сейчас. Если мы вообще эту хибару найдём. Василий не думает, что твой отец где-то на острове. Ну, сколько я его знаю, ничего путного от него не услышишь. Говорят, тебе обокрали? А что украли? Кольцо пропало. Очень ценное. Мне его лично комендант Карлос подарил в обмен на карту острова. Кто был здесь в день взлома? Ну, несколько людей. Мост бойни заходил. Заносил мясо. Кто ещё? Работник Дойл мне рыбу продал. И Павел ещё. Один из людей Флавио. Продал пару волчьих шкур. Я найду твоё кольцо. Буду тебе очень благодарен. Продолжение следует... Я думаю, что Сид его украл. Мой Сиди не вор. И я не думаю, что ты можешь это доказать. Расскажи мне о себе. Что ты хочешь знать, красавчик? Сид человек порядочный. Не может сам заботиться о себе, заметь. Но какой мужчина может? Я ему готовлю и стираю. И делаю его счастливым. Он не болтун. Зато он компенсирует это в койке. Он у меня выносливый. И он всё время делает мне подарки. Продолжай. Ну, ты, конечно же, понимаешь, что я дама, которая любит всё самое изысканное. Городская девушка обязана хорошо выглядеть. Не то, что эти крестьянки. Ни стиля, ни класса. Вижу, что ты женщина, обладающая вкусом. Ты знаешь, о чём я. А я вижу, что ты мужчина, который ценит всё самое изысканное. Большинство мужчин волнует только то, как бы выпить ещё одну кружку пива, или насколько быстро можно тебя раздеть. Было приятно поболтать с тобой. Я нашёл его. Кольцо твоё. Я так рад, что в мире не перевелись честные люди. Знаешь что? Оставь его себе. Ты это серьёзно? Оно мне напоминает о том, как меня обокрали. Ни к чему мне такое. Ты действительно хочешь отдать мне кольцо? Оно ведь дорогое. Ну да, конечно. Даже смотреть на него не хочу. Так что забирай его в качестве благодарности. Спасибо тебе. Тебя видели в одном из домов, которые обокрали. Честно говоря, я больше, чем в одном доме побывал. И что же, я теперь вор? Посмотрим. Я насчёт взлома. А что украли? Мои шкуры. Если бы не это, я бы мог и дальше заниматься своим делом. Надо было слушаться отца и отправляться в море. Это уберегло бы меня от многих бед. Кто был здесь в день взлома? Да всё как обычно. Рабочие хотели предложить мне свои услуги. Как будто у меня осталось золото. Кто ещё? Павел был здесь весь день. В конце концов, он работает на меня. И Василий хотел продать мне пиво из таверны. А потом припёрся Дойл. Рыбу свою продавал. Но я его прогнал отсюда. Вот и всё. Мясо есть у мастера Белшвура. Он его раздаёт. Прекрасно. Вот возьмите снадобье. Жизнь здесь бывает опасна. Всегда пригодится любая помощь. Нет, нет, ничего. Я поговорил со всеми, кто в этом замешан. А у тебя есть подозреваемый? С Дойлом, торговцем рыбой. Ты нашёл доказательства? Нет. Нет пока. Нам нужно нечто большее, чем просто подозрение. Возвращайся, когда у тебя будет признание или какая-нибудь ещё улика. Я говорил с Родригесом. Он думает, что ты стоишь за взломом. Он пытается подставить меня. Он меня ненавидит. Всегда ненавидел. Неизвестно почему. Родригес считает, что ты используешь шпиона, чтобы проверять потенциально интересные дома. Он так считает? У тебя есть шпион? Как ты думаешь? Кто он? Ну, разумеется, нет. С какой стати? Но если ты найдёшь шпиона, поговори со мной, прежде чем поговоришь с Родригесом. Возможно, никому не придётся рисковать. Я нашёл твоего шпиона. Неужели? Я поговорю с ним. И добуду нужные мне доказательства. Конечно. У тебя ведь должны быть дела в другом месте. Попробуй в другом месте. В чём дело? Чего тебе здесь надо? Я тебя тоже самое могу спросить. Я здесь сплю. В этом ведь ничего такого нет, дружище. Тебя видели в доме, который ограбили. Я разношу рыбу по домам. Я всё время около чьего-нибудь дома. Как скажешь. Что ты думаешь об Инквизиции? Они защищают нас. На это я не могу жаловаться. А когда они тут закончат, всё снова станет так, как прежде. Ты единственный, кого видели у ограбленных домов. Что делает тебя главным подозреваемым? Да перестань ты. Ничего не докажешь, и ты знаешь это. Я могу выбить из тебя признание. Это было бы большой ошибкой, дружище. Я всё-таки рискну. Или же пропустим драку. И ты сразу расскажешь мне правду. Если я расскажу, ты мне поможешь? Или бросишь меня в опасности? Сначала расскажи. Я присматриваю дома для Сида. Ну вот. Не страшно ведь. Но что мне делать с этой информацией? Если Сид услышит, что я проболтался, он скормит меня могильным червям. А если узнает орден, меня отправят в монастырь. Ты должен держать это в тайне. Ты сдашься ордену. Нет. Пожалуйста, нет. Я не пойду в монастырь. Для начала ты останешься здесь и спрячешься. Но Сид разыщет меня и прикончит. Я с Сидом всё улажу. Благодаря тому, что ты рассказал, я доберусь до него. О, чёрт подери. Это будет непросто. Я нашёл наводчика. И он работал по приказу Сида, правильно? Да. Это был Дойл. Один из рабочих. Он до смерти напуган и не хочет в монастырь. Дойл готов предоставить улики Инквизиции. Серьёзно? Как хорошо, что даже в такие времена бывают приятные сюрпризы. Я не оставил ему выбора. Тебе нужно пообщаться с Сидом о том, что нам известно. Мы можем положить этому всему конец. Я нашёл твоего шпиона. Это Дойл. Идиот. Я думал, что он годится на большее. Дойл перешёл на сторону Ордена. Он даже вступил туда. Что? Он всё им расскажет. Что ты собираешься сделать? Если я останусь тут, у меня будет куча неприятностей. Мне надо убираться отсюда. Да, я уберусь отсюда так скоро, как только смогу. Надеюсь, что в хаосе, который царит в этом городе, обо мне забудут. Что бы ни случилось, я не позволю Ордену запереть меня в монастыре. Сид пытается сбежать из города. Ну и чёрт с ним. Если мы его в монастырь запихнём, хлопотнее берёмся. А так хотя бы город избавился от его влияния. Вот, благодарности от Ордена. Побольше бы таких, как ты. Мне просто хочется как можно быстрее ураться из этого места. Что ты наделал? Убирайся отсюда! Что ты говоришь? Мой Сиди покинул город, и я уверена, что это твоих рук дела. Сиди сам принял решение. Уйди с глаз моих ублюдок! Где-нибудь на острове. Я помогу тебе выбраться из города. Поверь мне, мне это обещали люди поспособнее тебя. Только заламывали они такую цену, что дай боже. Возможно, ты не такой, как они. А возможно, такой. В любом случае, если хоть что-то на эту тему узнаешь, я тебя щедро отблагодарю. Только учти, у меня есть свои принципы. Возможно, это пустые слухи. Но что говорят о потайном ходе из города? Я только знаю, что пропадают артефакты. Кто-то вывозит их наружу. Но Инквизиция не выпускает корабли из гавани. А ворота хорошо охраняются. Значит, бандиты нашли какой-то третий способ, о котором белые мантии пока не знают. Похоже, ты права. Ты знаешь кого-нибудь из этих перевозчиков артефактов? Готова спорить. За этим стоят люди Дона. Как правило, они во всем виноваты. Может быть, конечно, это все просто росказни. Ты знаешь кого-нибудь, кто торгует артефактами? Спроси вот того парня. Дитер его зовут. Он тут целыми днями пытается свой особый товар сбыть. Бедняга. Ему совсем не везет в этом. Это все глаза. Они слишком близко расположены. Эти карты... Не надо нас наплевать. Привет. Это моя старуха тебя послала? Точно. Передай ей, что вернусь, когда добуду золотишко. Ты тут от своей жены прячешься? Коров нет, урожая нет, фермы нет. Кругом всякие твари. По ее словам, все это моя вина. Я пришел сюда на заработки, но Караска мне даже ящики грузить не дает. А это никак не связано с тем фактом, что ты сидишь здесь и пьешь? Это тут совершенно ни при чем. Уверен. Ты кто такой вообще? Проповедник? Мое спасение в выпивке. Иди, поприставай к Лукору или еще кому-нибудь. Что ты думаешь об Инквизиции? Нас тут заперли. И говорят, что хотят нам помочь. А как все на самом деле? Эй, ты новенький? Как идут дела? Так себе, так себе. Бури не успокаиваются. Так ты моряк? Рыбак. Хотя здесь нет рыбы, из-за которой мне бы захотелось помериться силами с бурей. Так что пока мест я таскаю ящики. Платят немного, зато эта работа гораздо безопаснее. Что в этих ящиках? Что бы там ни было, оно чертовски тяжелое. Так ты не знаешь в точности, что внутри? Держу пари, всякие товары, специи, шкуры и все такое прочее. Кому они принадлежат? Ордену. Теперь склад принадлежит им. Что они здесь делают? Собирают всякие вещи из руин, полагаю. Эй, ты знаешь какие-нибудь веселые шутки? Ха, я знаю самые лучшие. Слушай, три шлюхи сидят в порту. Блондинка, брюнетка и рыжая. Блондинка говорит брюнетке. Эту я знаю. Привет тебе. Погоди, не здесь. Что, прости? Если будем тут говорить, Караско все подслушает. Не надо ему все знать. Пошли куда-нибудь еще. У тебя проблемы, Скораско? Так как бы это... Появляются все эти храмы, и мы думаем, ура, наконец-то боги с милостью велись над нами. И тут прибывает инквизиция, забирает себе наш остров и заявляет права на все эти сокровища. Как тебе это? А какие конкретно к Караско претензии? А он хуже всех. Утверждает, что я вор. Даже обыскать меня велел. Но так ничего и не нашел. Это просто оскорбление, каких свет не видывал. Я ищу работу. Если хочешь ящики таскать, обратись в Караско. Только не похож ты на грузчика. А на кого я похож? На человека, который готов серьезно рискнуть ради приличной награды. А что, воровство – это не оскорбление? Отбирать у ордена – это не воровство. Это наш долг. Я плачу кое-каким парням, чтобы те спасали вещи с их склада. Будь я проклят, если позволю инквизиции загробастать все сокровища. Только этим ребятам слишком много денег нужно. Слишком часто в бордель наведываются. Жадничать начали. Вот этого я не потерплю. Что это за парни такие? Ну, во-первых, Дюрам в порту работает. Кто еще? Ингвар и Василий. У них нормальной работы нет. Они за деньги все, что хочешь, сделают. Чаще всего они ошиваются в таверне у Петти. Милейшая женщина, надо сказать. В чем проявляется их жадность? Они украли пять древних доспешных пластин, которые в руинах нашли. А эти пластины можно использовать? В смысле, чтобы улучшить собственный доспех? Да. Эти вещи, скорее, церемониальные, но, тем не менее, весьма дорогие. И как мне поступить с этими парнями? Что прикажешь делать? Да что хочешь. Зря они со мной шутить вздумали. Делай, что придется. Только верни мне эти доспехи. И смотри, не допусти, чтобы они попали в лапы караска. А что мне будет, если я помогу? Получишь золото, которое я им предлагал. Пятьдесят золотых за пластину. Пять доспехов, двести пятьдесят монет в сумме. Двести пятьдесят – хорошая цена. Где ты еще столько денег так легко и быстро заработаешь? Я хочу четыреста. А я хочу пообниматься с голой Петти в ванне с теплым маслом. Только не будет мне такого счастья. Твои парни хотели двойную цену. А это пятьсот монет. Я хочу четыреста. И я подзаработаю. И тебе выгодно. Ну, к несчастью, в этом есть логика. Ладно. Заплачу четыреста. Но только в том случае, если ты лично проконтролируешь, чтобы эти жадные засранцы в будущем выполняли уговор. Я принесу тебе доспешные пластины. Вот это мощь. Если будут вопросы, приходи. Я буду тут. Как думаешь, Дон будет выдавать золото в награду? Если у него золото столько, сколько говорят, то просто обязан. Думаю, на радостях от того, что город снова стал его, он нас всех золотом осыпет. Счастливые деньки для всех, а? На твоем месте я бы остановился тут. Тебе не стоит ходить дальше. Что случилось? Теперь этим складом управляет орден. И что? И они не хотят, чтобы тут шлялись незваные гости. Незваные гости вечно прихватывают с собой вещи, которые им не принадлежат. А что украли? Контрабанда артефактов. Уже достаточно плохо то, что эти артефакты были украдены из руин. Можно было бы предположить, что в городе, на складе, они будут в целости и сохранности. Но воры шныряют повсюду, пытаются навредить ордену. Могу ли я помочь? Что ж, последнее, что пропало, это три золотых чаши. Инквизитор был весьма недоволен. Было бы хорошо, если бы пропажу удалось вернуть. А еще мне нужно вернуть несколько защитных пластин, которые ушли погулять со склада пару дней назад. Поговорим о вознаграждении. Когда-то я был таким же, как ты. Любил золото и мрачные места. Надеюсь, тебе удастся найти свою высшую цель. В этом городе ничто не дается за даром. Особенно я. Поступай, как знаешь. Если ты мне поможешь, сможешь выбрать свою награду. Откуда взялись эти золотые чаши? Незаконная раскопка в старом храме, вне стен города. Ходят слухи, что кто-то пытается продать на черном рынке три золотые чаши. Идиоты! Сопротивляться ордену! Сумасшествие! Нас ведет великая сила. Высшая цель. Хорошо. Я найду для тебя эти три золотые чаши. В общем, силенки-то у тебя имеются. Что есть, то есть. Но со всей этой толпой еретиков это не будет легкой задачей. За ними будешь охотиться не только ты. Так что будь на стороже. Я слышал кое-что о защитных пластинах, которые ты ищешь. Слухи уже ходят, верно? Нехорошо. Совсем нехорошо. Это значит, что скоро они будут проданы и покинут город. Спорю, что за всем этим стоит Лукор. Этот человек доведет меня до того, что я опять полезу в драку. Поговори с ним. Выясни, что ему известно. Лукор тоже ищет доспехи. Правда? Возможно, он знает не так много, как я думал. Ладно. Сделай так, чтобы он не смог добраться до них. Они являются собственностью Ордена. И они ей останутся. Не волнуйся. Я верну тебе твои доспехи. Все пять. Будь осторожен. Эта проклятая богом компания не отдаст тебе их просто так. Расскажи мне, как ты думаешь, что Орден делает для города? Инквизиция, Орден, это всего лишь монахи. Инквизиция – это местная власть. И они несут порядок, справедливость. Этот город будет безопасным местом. Спасибо. Это полезно знать. Субтитры создавал DimaTorzok Караска хочет получить свои доспешные пластины. Уверен, что хочет. Но он тебе не заплатит столько, сколько заплачу я. Так что плюнь на Караска и принеси доспехи мне. Говорят, что у тебя есть несколько артефактов. Тебя послал Лукор, верно? Слушай, мне надоело набивать карманы этого ублюдка, делая за него всю грязную работу. Я хочу, чтобы мне заплатили. Достойно заплатили. Или можете проваливать оба. Двести золотых монет будет достаточно. У меня твой ключ. Это тебе ничего не даст. Ты не знаешь, где сундук. Где сундук? Что? Все заново. Ты знаешь мою цену. Все заново. Субтитры сделал DimaTorzok Защитные пластины у меня Мерзкий вор! Украсть у вора не значит украсть Эй, ты! Слушай, если тебе нравится то, что видишь, тебе сперва придется заплатить мадам Соню А до тех пор можешь только смотреть Справедливо Кто такая мадам Соня? Надо же! Первый раз вижу тут кого-то, кто не знает мадам Соню Она моя хозяйка Содержит бордель на западной набережной Гавани Ясно Ты самое очаровательное создание, которое я когда-либо видел Какие приятные вещи ты говоришь Ты не такой, как другие в этом городе Ты умеешь разговаривать с женщинами? Да, чего тебе нужно? Эти корабли действительно нужно сторожить? Корабли нет, груз да И пока эти корабли тут Дело инквизиции их защищать Поэтому я здесь Ты воин ордена? Ты это определил благодаря своему острому уму? По твоим доспехам Да, я воин ордена священного огня Это звучный титул Для простого страшника Как ты стал воином ордена? Сам инквизитор выбрал меня Он отправил меня в монастырь на обучение Как тебя заставили поступить на службу? Нет Служба нашла меня А я нашел службу Мне бы хотелось, чтобы больше людей приняло присягу И выполняло свой долг Каждый человек должен найти свое призвание Инквизитор Какой он? Ты не встречался с ним? Это жесткий человек со строгими принципами Если он обозначил себе цель Ничто не сможет остановить его Таким человеком нельзя не восхищаться Полагаю, нет Если ты законопослушен Тебе нечего его бояться А если я не в ладах законом? Тогда тебе стоит надеяться, что ты его не встретишь Ты ловил людей, которые пытались ограбить корабли? Есть глупцы, пытающиеся сделать это Но ничто не ускользает от моего орлиного взора Ничто Ну, конечно, нет Не надо насмехаться Ты ведь не хочешь кончить, как наш заключенный в портовой тюрьме Верно? Человек в тюрьме В чем его преступление? Капитан Романов пират Был пиратом Теперь он всего лишь заключенный Мы схватили его за контрабанду с материка Он работал на Дона Конечно Романов не из тех, кто горит желанием платить за товар Он грабил, сжигал и убивал повсюду на побережье До тех пор, пока не попался инквизитору Закон и порядок восторжествовали Он исчез И скоро мы найдем золото, которое он заплатил Романову Он будет гнить в этой камере, пока не скажет нам, где же золото Что Романов уже сказал вам? Немного Для такого хвостуна он на диво немногословен Но если он проторчит еще несколько недель в этой камере Он запоет по-другому Надежда умирает последней Возможно, я смогу развязать язык Романову Ха! Почему ты считаешь, что он скажет тебе, где он спрятал золото? Мы найдем его Оно не может быть далеко Существует столько мест, где можно его спрятать Я найду золото, Романова Как? Мы ищем уже много дней И все безуспешно Но! Если ты сумеешь найти его Ты получишь вознаграждение, конечно же Очень на это рассчитываю Субтитры создавал DimaTorzok Эй, ты! Чего ты тут шатаешься? Не на что тут смотреть Не знал, что это запрещено? Ха! Зачем, по-твоему, я тут стою? Что ты охраняешь? У нас тут очень важная персона По этой камере капитан Романов Ты должен был о нем слышать Гроза морей! Знаменитость, что ли? Ты откуда свалился? Он держал в страхе почти все здешние острова Романов один промышлял? Что с его командой? Морские бури заставили их залечь на дно в городе Скрываются от инквизиции Почему орден не отправит Романова в монастырь, как остальных? Не имею понятия Белые мантии ничего людям не говорят А я и рад Меньше знаешь, крепче спишь Могу я поговорить с Романовым? Можешь Но он не услышит Потому что он в камере, а ты снаружи И ключ от камеры в моем кармане Дошло? Так чего ты хочешь? Вся остальная городская стража Отлично проводит время в таверне или у соне На острове творится черт знает что Пока они веселятся А мне нельзя покидать свой пост Я здесь уже несколько дней торчу Холодно, сыро, противно А Романов все равно никуда не денется Единственный, кто обратил на меня внимание Это ты И не сказать, чтобы ты был подходящей компанией Я имею в виду Если бы одна из девушек Сони Пришла сюда Мы бы как следует развлеклись Знаешь что? Я пошлю тебе одну из девочек Сони Взамен ты дашь мне поговорить с Романовым Хм Ну Да, договорились Только побыстрее И не приводи девушку с лицом Как раздавленный краб Или сделка не состоится Тут бывают проблемы с ворами? Последний чувак, который пытался тут воровать До сих пор не может передвигаться без помощи костылей Так что Держи свои руки при себе Городской стражник в тюрьме Не разрешает мне поговорить с Романовым Конечно нет Нам не нужно, чтобы заключенные разговаривали с кем бы то ни было Так как я тогда должен найти золото? Это твои проблемы Я не просил тебя искать его Ищи золото как угодно Только сам Просто не понимаю Как можно не любить Инквизицию Пока на нее работают такие люди, как ты? Мне нужны твои услуги Там, на набережной в гавани Стоит стражник Слушай, сперва золото Потом удовольствие Таковы правила Заплати мадам Соне Тогда и поговорим Лукор меня прислал Вот старый хрен Еще хуже, чем моя жена Он говорит, что ты не выполняешь соглашение А Василий говорит, что если мы хотим получить свое золото То не должны ни на что соглашаться Так что за доспех я хочу Сто монет Это слишком много Нет Нет, нет, нет Василий говорит, что цена должна быть такой Я ведь просто могу забрать доспех и уйти Ты что думаешь? Я обычный пьянчушка? Я свою ферму от таких чудищ защищал А уж с тобой-то и подавно справлюсь Готов рискнуть? Если придется Ох, сейчас будет драка Ты еще хуже, чем моя жена Хватит! Сложно вспомнить, каким тут все было раньше Мне бы хотелось вернуться на Терик Но кто знает, существует ли он еще? Ты получил Эй! Ты не желаешь приобрести ценные артефакты? Кто ты? Тебе это интересно или нет? Ты один из тройняшек, верно? Знаешь моих братьев? Встречал одного из них Где ты взял этот артефакт? Он вроде как попал мне в руки, скорее всего, из развалин храма И похоже, что он ценный Твоего брата Ольфа орден заключил в тюрьму Ольф, в бегах! Насколько я слышал, от ордена еще никто не убегал Что за артефакт? Золотая чаша Наверное, для причастия Я хочу за нее 150 золотых монет 150 Ясно Знаешь какие-нибудь хорошие шутки? Шутки? В таверну заходит моряк В одной руке у него курица, а в другой колбаса Трактирщик спрашивает у него Эту я знаю Тебе нужно потренироваться Лукор меня прислал Правда? Он отдал тебе мое золото? 200 золотых монет и пластины твои 200 золотых монет? Это слишком дорого Так вот, откуда ветер дует А ты помогать ему взялся? Ну так сейчас я тебе расскажу, как мы сделаем Ты платишь мою цену Или не получаешь артефакт? Выбор за тобой Эй, можешь поделиться самокруточкой брюкла? Я похож на кого-то, кто мог бы раздавать эту дрянь Ищи в другом месте Вот они Пять доспехов Лукор пытался добраться до них Но ему не повезло Отличная работа! Хорошо бы только в тебе было чуть больше веры И чуть меньше мыслей о собственной выгоде Возможно, ты тот человек, который сможет убедить Лукора покинуть город Я бы и сам этим занялся Но этот человек пробуждает темную сторону моей натуры Как насчет вознаграждения? Я знал, что ты об этом спросишь Что ж, у тебя есть выбор Я предпочитаю золото Отлично Я поговорю с Лукором Хорошо Не сомневаюсь, что ты сможешь показать ему, как он заблуждается Считай, что уже сделано Я приду за вознаграждением Я отдал доспехи Караска Значит, ты на Инквизицию работаешь все-таки, так? Зачем ты сюда пришел? Хочешь меня прикончить для своего нового дружка? Я думаю, всем будет лучше Если ты просто исчезнешь А если нет? Так, ладно По лицу твоему вижу, что дальше будет Ладно, так и быть Смоюсь Лукор покидает город Хорошая работа Полагаю, поджав хвост Я сообщу об этом коменданту Карлосу Как насчет вознаграждения? Я знал, что ты об этом спросишь Что ж, у тебя есть выбор Я возьму лечебные зелья Никогда не будет лишним Отлично Я беру ее Вот Приятно иметь с тобой дело Осторожно Не показывай ее первому встречному Инквизиция и парни Доны Были бы рады наложить на нее лапы Но я не уверен, что они не шарахнут меня по голове После того, как заполучат ее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому